Типология общественного развития предложена немецкими философами Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Эта теория получила название формационного подхода, так как этапы развития общества в рамках подхода Маркса и Энгельса называются общественно-экономическими формациями. Раньше мы уже говорили с вами о том, что Маркс и Энгельс несколько не так понимают структуру общества, как это принято в современных социальных науках. Они выделяют в структуре общества базис и надстройку. Базис представляет собой экономическая сфера. А надстройка включает в себя политическую и духовную сферы развития общества. Из этого следует, что развитие экономики оказывает определяющее влияние на процесс социального развития. А политика и духовная сфера, конечно, тоже оказывают определенное влияние, но в значительно большей степени зависит от экономики, чем экономика от них. Поскольку марксизм, по сути, считался государственной идеологией СССР, формационный подход в нашем обществознании был не просто наиболее правильным, но единственно верным. Конечно, мы сейчас с вами говорим о формационном подходе, в первую очередь не в том виде, в каком его придумали Маркс и Энгельс, а в том виде, в каком он известен из советского обществознания. Маркс и Энгельс считали, что в обществе взаимодействуют два основных компонента. Это производительные силы и производственные отношения. К производительным силам Маркс и Энгельс относили орудия труда, которые используются в процессе производства. Это не только молотки или пилы, к примеру, но также станки и технологии. А в производственные отношения, по Марксу, вступают люди в процессе производства. Мы говорили с вами о том, что существует три формы общественного развития — эволюция, революция и реформа. По Марксу производительные силы развиваются эволюционным путем, то есть процесс их усовершенствования продолжается постоянно. Мы можем с вами это увидеть и на практике. Если мы сравним те орудия труда, которыми мы пользуемся сегодня, и те орудия труда, которыми люди пользовались, к примеру, 50 или 100 лет назад, мы увидим с вами несомненный прогресс. Фактически каждый год, если не каждый месяц, приносит новые усовершенствования орудий труда. Если вы отправитесь в музей, например, в политехнический музей, то вы увидите, что современные станки категорически не похожи на те, которые применялись в XX, XIX и уж тем более в XVIII веке, если вообще их можно было тогда называть станками. Производственные отношения по Марксу развиваются революционным путем. То есть фактически на протяжении длительного времени этого развития нет, они остаются по сути неизменными. Но в какой-то момент происходит явный скачок, то есть производственные отношения из одних перестраиваются на другой уровень. Такой скачок Маркс называет социальной революцией. Причиной возникновения социальной революции по Марксу является несоответствие уровня развития производительных сил и производственных отношений. Производительные силы, как мы с вами сказали, развиваются постоянно, а вот производственные отношения все время запаздывают. Давайте возьмем с вами институт рабства, который известен из истории Древнего мира. Если мы сравним с вами рабство в Риме в V веке до н.э. и рабство в Риме, к примеру, в III веке н.э., то мы увидим, что разница будет по большому счету количественной. С качественной точки зрения, рабство Римской Республики и рабство Римской Империи практически не отличается одно от другого. Речь идет о том, что уровень развития производительных сил V века до н.э. вполне соответствовал тому положению, которое занимали римские рабы. То есть их труд был достаточно эффективным при этом уровне развития технологии. А к III веку н.э. произошли настолько серьезные изменения технологии, что рабство, по сути, перестало быть эффективным. Произошла социальная революция. Рабство было отменено. Конечно же, не в одночасье этот процесс занял определенное время. И возникла система крепостного права и крепостной зависимости. Таким образом, получается, что социальная революция возникает тогда, когда уровень развития производительных сил совсем перестает соответствовать уровню развития производственных отношений. Такие качественные этапы развития производственных отношений Маркс и называет формациями. Само это слово «формация» он взял из геологии, где оно означает нечто вечное и незыблемое. По большому счету, именно уровень развития общества и определяет тот формационный момент, на котором оно сейчас находится. То есть общество, развитое с технологической точки зрения очень невысоко, находится на уровне первой или второй формации. Более развитое с технологической точки зрения общество находится уже на гораздо более высоком уровне. Каждый советский школьник знал из речения Маркса революции локомотива истории. Действительно, с точки зрения Маркса развитие производственных отношений идет именно революционным путем. Правда, в современном обществознании мы подходим к термину «социальная революция» несколько не так, как это было принято в советские времена. Безусловно, переход от феодализма к капитализму ознаменовался серьезными революционными потрясениями. Эти революции в нашей историографии было принято даже называть буржуазными, начиная с Голландской революции в конце XVI века и Английской революции в середине XVII века, вплоть до Французской революции 1789-1794 годов. Несмотря на то, что сегодня большинство историков отказалось от определения «буржуазная революция», Безусловно, эти политические потрясения как раз ознаменовали процесс перехода от феодализма к капитализму. Изначально Маркс выделил три основные формации, так называемые первичные или макроформации — первобытно-общинная, экономическая и коммунистическая. Критериями выделения этих формаций Маркс считал наличие частной собственности, наличие классов, а также товарное производство. В первобытно-общинной формации еще нет классов, собственности и товарного производства. В коммунистической формации классов и собственности уже нет, ну, по крайней мере, частной собственности. А в экономической формации все это есть. По большому счету, речь идет о том, что в первобытно-общинной и коммунистической формации, по Марксу, нет противостояния между классами, так называемого антагонизма, а в экономической формации антагонизм присутствует. Позже Маркс разделил свою экономическую формацию на три дополнительные формации. Это рабовладельческая, феодальная и капиталистическая. Именно в таком варианте формационный подход Маркса был известен в советские времена. Он был закреплен в нашей исторической науке после выхода в 1934 году известного учебника «Краткий курс истории ВКПБ» под редакцией самого Сталина. Поэтому нередко эти пять формаций, на которые делились советские историки исторический процесс, было принято называть «сталинская пятичленка». Давайте рассмотрим с вами, какие классы существуют в рамках этих формаций и каковы хронологические рамки каждой из формаций в истории человечества по Марксу и с точки зрения советских обществоведов. Первой формацией Маркс, да и все остальные, называют первобытнообщинную или первобытную формацию. Классов в ней еще нет, поскольку нет ни товарного производства, ни частной собственности. Время ее существования условно определяется между 3 миллионами и 3 тысячами лет до н.э. 3 миллиона лет до н.э., по крайней мере, примерно в это время, появляется первый человек, то есть начинается история как таковая. А около 3000 года до н.э. появляются первые государства в Египте и в Месопотемии. Вторая формация рабовладельческая занимает время с 3000 года до н.э. по 476 год н.э. Последняя дата была взята в качестве условной, как момент падения Западной Римской империи. Официально считалось, что в этот момент рабовладельческое общество становится феодальным. Мы уже сказали с вами о том, что процесс социальной революции занимает определенное время, но какую-то этапную дату поставить было вполне возможно. Здесь уже есть определенные противостоящие классы, это рабы и рабовладельцы. В противостоянии между ними якобы и происходит социальная революция. Третья формация — феодальная или феодализм. Официально в марксизме было принято считать, что она занимает время с 476 по 1640 год н.э. В 1640 году начинается английская буржуазная революция, первое политическое событие, в рамках которого буржуази официально получают политические права. Впрочем, дата 1640 год вызывала определенные сомнения даже у советских историков. Официально считалось, что именно английская буржуазная революция была первой попыткой буржуазии получить власть в своей стране. Но на самом деле незадолго до этого произошла буржуазная революция в Нидерландах в 1566-1609 годах. Почему-то считалось, что эту революцию полноценной считать нельзя, и брать эту дату в качестве этапной для процесса перехода от феодализма к капитализму было не принято. В рамках феодальной формации выделяются классы феодалов и зависимых крестьян. На самом деле в разных странах Европы, да и вообще в разных странах мира существовали различные формы такой зависимости, совершенно не обязательно крепостное право в том жестком варианте, в котором оно существовало в России. Но тем не менее власть феодалов над зависимыми крестьянами в первую очередь носила поземельный характер. Крестьяне вынуждены были сидеть на той земле, которую им предоставляли феодалы, а отсюда феодалы имели на них определенные права. Четвертой формацией Маркс считает капиталистическую формацию. Время ее существования в советские времена определялось как 1640-1917 год. Понятно, что 1917 год был взят в качестве этапной даты, потому что именно в этом году в России произошла Октябрьская революция. Современные марксисты, если сохраняют этот подход, датируют окончание капиталистической формации 1914 или 1918 годом, то есть либо годом начала, либо годом окончания Первой мировой войны. Такой подход, безусловно, имеет право на существование, но сегодня мы, конечно, не являемся сторонниками деления истории на этапы в связи именно с Первой мировой войной, поскольку, конечно, окончание капитализма она уж никак не ознаменовала. В рамках капиталистической формации принято выделять два класса — это буржуазия и наемные рабочие. Уровень отношений, конечно, сильно отличался от того, который был в условиях феодализма или капитализма. В основном отношения между буржуазией и наемными рабочими строятся на экономической основе, а не на отношениях личной зависимости, как в эпоху феодального или рабовладельческого общества. Тем не менее, эти классы следует по Марксу считать противоборствующими, то есть антагонистическими. Рано или поздно, согласно концепции Маркса, произойдет еще одна революция, и капитализм сменится пятой фазой коммунизмом. Первый уровень коммунизма, так называемый социализм, якобы был построен в Советском Союзе и еще в целом ряде стран мира. Конечно, мы не будем с вами сейчас обсуждать, насколько советский строй и советскую экономику можно считать социалистическими. Но, во всяком случае, можно сказать, что в условиях капитализма классов уже быть не должно. То есть все люди должны быть равны, все люди должны работать на общественное благо и потреблять в соответствии с теми нормами и принципами, которые были выработаны обществом. Для социализма от каждого по способностям, каждому по труду, а в условиях коммунизма, то есть идеальной, пятой, неантагонистической формации от каждого по способностям, каждому по потребностям. Концепцию Маркса многие современные исследователи считают утопической, поскольку она рисует некую картину идеального общества, не обозначая, какими способами такое идеальное общество построить. Собственно, любая утопия объясняет, что надо делать, но не объясняет, каким образом это надо делать. Насколько достижим коммунизм, как последняя завершающая фаза истории, безусловно, покажет время. Но пока у нас нет оснований считать, что эта фаза наступит именно в том виде, в каком это предсказано Марксом. Чем дальше, тем больше мы видим недостатки теории Маркса. Во-первых, конечно же, это экономико-центризм. На самом деле Маркса здесь можно понять. Дело в том, что до второй половины XIX века, когда Маркс создавал свою философскую концепцию, в мировой, исторической, да и любой социальной науке считалось, что ведущий фактор в развитии общества — это уровень его духовного развития. Маркс пытался доказать, что экономика тоже играет определенную роль в процессе развития человечества. Ну и несколько, наверное, и перестарался. Безусловно, экономика оказывает очень большое влияние на развитие социума, но сбрасывается счету в духовность, да и политику, да и социальное развитие общества. Безусловно, никак нельзя. Второй недостаток концепции Маркса, о котором также очень часто говорят, — это его европоцентризм. Дело в том, что Маркс и Энгельс, живя в Европе в XIX веке, конечно, гораздо лучше знали историю этого континента, чем всех остальных регионов земного шара, что, наверное, и неудивительно. Поэтому их концепция была построена на основе анализа истории именно европейских обществ, а конкретно греческого, римского, германского или английского. Что касается восточных культур и восточных обществ, их история не всегда вписывается в теологические схемы, которые были предложены сторонниками формационной теории. Например, в обществознании до сих пор существует довольно серьезная дискуссия, насколько можно найти момент перехода от рабовладения к феодальному строю в условиях общества Востока. Формально в советских учебниках происходил такой переход, то есть официально объявлялось, что III, IV или V век — это момент перехода Китая или Индии от одной формации к другой. Но уж совершенно точно никаких социальных революций в это время не происходило, да и не могло происходить. Восток вообще к политическим потрясениям такого характера, наверное, не очень склонен. Отсюда вытекает еще один недостаток марксовой теории. Дело в том, что социальные революции, предсказанные и показанные Марксом, иногда бывает очень-очень сложно доказать. То есть момента перехода от рабовладения к феодализму, по большому счету, ни в одной стране не было. Этот процесс растягивался на многие годы. Явно виден с политической точки зрения переход только от феодального общества к капиталистическому, ну и от капиталистического к коммунистическому, если в качестве такового, конечно, считать Октябрьскую революцию 1917 года. Но в условиях перехода от других формаций к иным, более совершенным формам развития, таких политических революций по большому счету нет. Еще один важный момент Маркса, еще одно слабое место его теории. Маркс не может объяснить, почему общество отказывается от равенства, от идеального существования в эпоху первобытности и начинается переход к рабовладельческой формации. Мы с вами прекрасно понимаем, что рано или поздно в обществе начинаются социальные расслоения, появляются классы. Но почему общество не могло затормозить этот процесс, почему оно не могло развиваться дальше на условиях равенства и стабильности? На этот вопрос концепция Маркса тоже, как вы понимаете, отвечает очень и очень сложно. Наконец, еще одно слабое место Марксовой теории — это фактическое отсутствие коммунизма. Несмотря на довольно многочисленные попытки построить такое идеальное общество, до настоящего времени они не увенчались успехом. Впрочем, некоторые философы считают, что в современных скандинавских странах построена некая социальная модель, очень напоминающая, если не коммунизм, то, по крайней мере, социализм в том варианте, в котором он был предсказан Марксом. Вместе с тем, в мире остаются немало исследователей, которые считают, что воззрение Маркса, пусть даже с корректировкой, которую требует современное общество знания, рано списывается с счетов. Безусловно, на популярность концепции Маркса очень серьезно, негативно повлиял распад Советского Союза и отказ нашей страны от продвижения по социалистической модели. Однако осталась Куба, осталась Северная Корея и, что гораздо важнее, остался Китай, который продолжает идти по тому пути, который был некогда предначертан Марксом и Энгельсом. Вместе с тем, конечно же, марксистская теория не является единственной в числе теорий общественного развития. В следующий раз мы поговорим с вами еще о двух подходах к делению общества на определенные стадии, это цивилизационным и позитивистскому. А наш сегодняшний урок на этом окончен. Спасибо за внимание. Продолжение следует...